Добрый день! Я Возняк Екатерина Рюриковна, декан архитектурного факультета Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Представляю вам сегодняшнего лектора Юрия Ростиславовича Савельева. Юрий Ростиславович Савельев в свое время окончил наш университет, а сейчас является профессором Московского государственного университета имени Ломоносова, доктором искусствоведения, академиком Российской академии художеств. В настоящее время Юрий Ростиславович ведущий специалист в России в области изучения архитектуры русско-византийского стиля конца 19-го, начала 20-го века. Он автор многочисленных трудов, посвященных этому периоду, в частности книги «Византийский стиль» в архитектуре России, вторая половина 19-го, начала 20-го века. Вот книги Юрия Ростиславовича, посвященные этому периоду. Он также написал монографию о Николае Владимировиче Султанове, директоре нашего института и учителе Василия Антоновича Косякова. Сегодняшняя лекция посвящена Василию Антоновичу Косякову, легендарному директору нашего учебного заведения, в тяжелые для страны годы, с 1905 по 1921 год. Косяков – великий архитектор, построивший морской кронштадтский собор. Значение его деятельности, как мне кажется, пока до конца не оценено. Вам слово, Юрий Ростиславович. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сегодня прежде всего поблагодарить руководство архитектурного факультета Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета за приглашение прочесть лекцию о творчестве Василия Антоновича Косякова. Название моей лекции – Василий Антонович Косяков – выдающийся представитель архитектурной школы Института гражданских инженеров. Здесь каждое слово имеет свою смысловую нагрузку. И действительно, феномен Косякова, я бы так это назвал, невозможен без представления о той школе Института гражданских инженеров, школе архитектурной и школе строительной, поскольку Институт гражданских инженеров был первым в России центром инженерно-строительной мысли. Вот без этой школы, без этого фундамента явление Косякова было бы абсолютно невозможным. В презентации моей лекции было сказано о том, что он был учеником тоже выдающегося профессора Института гражданских инженеров Николая Владимировича Султанова. Теоретика русского стиля, выдающегося архитектора своего времени. И, как мы увидим на протяжении лекции, Султанов был не только ангелом-хранителем, но и человеком, который прекрасно понимал талант Василия Антоновича Косякова. И, в общем-то, всю жизнь до своей кончины в 1908 году ему покровительствовал. Поэтому действительно мы можем говорить о некой преемственности двух выдающихся архитекторов Николая Владимировича Султанова и Василия Антоновича Косякова. Но, повторяю, что главным была, конечно, принадлежность Василия Антоновича Косякова к выдающейся архитектурной школе Института гражданских инженеров, которая была второй по своему значению после Императорской академии художеств. И здесь необходимо еще сказать о том, что в Петербурге была еще и третья архитектурно-строительная школа Николаевской инженерной академии. Она мало изучена, об этом нет монографий. Это тема для ближайшего научного исследования, поскольку действительно военными инженерами, как и гражданскими инженерами, было построено не только в Петербурге, но и во всей России очень много. Несмотря на то, что Василий Антонович Косяков, вы видите сейчас его портрет на своем экране, строил в основном в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской губернии, будучи петербургским епархиальным архитектором, его влияние, влияние школы Института гражданских инженеров распространялось на всю Россию. Ну вот вы видите изображение здания Института гражданских инженеров, историческое здание, оно хорошо известно, это то здание, в котором мы находимся с вами сегодня. И можно сказать, что биография Василия Антоновича Косякова великолепно иллюстрирует те возможности, которые открывались в Российской империи для людей, молодых людей, абсолютно незнатного происхождения. Вот это тот случай, прекрасный случай, когда, в общем-то, человек из никого стал всем. Имея достаточно скромное происхождение, он достиг высот как в профессии, так и в социальной иерархии Российской империи, получив потомственное дворянство, благодаря тем чинам, которыми он обладал в конце своей жизни. Если бы не революция, конечно, он мог бы сделать еще очень много для России и для архитектурной российской школы. На экране вы видите здание, где прошло детство Василия Антоновича Косякова. Это здание Фонтанка 20. Это здание министра императорского двора. Как я уже сказал, происхождение Косякова было весьма скромным. Он родился в семье, как тогда писали, мастера кухмистерского цеха. А в наше время это повара или шеф-повара, если хотите, но который служил при дворе министра императорского двора графа Адлерберга. Вначале Владимира Федоровича, а затем и Александра Владимировича. Два графа Адлерберга, которые занимали один из высших постов в иерархии Российской империи. Вот как раз этот дом на Фонтанке 20 и был их резиденцией. Он принадлежал министерству императорского двора. Вот видите их портреты Владимира Федоровича Александра Владимировича Адлербергов. И может быть в какой-то степени знакомство отца Косякова с министром императорского двора в какой-то степени повлияло и на успешную карьеру не только Василия Антоновича, но и других его братьев. Он был старшим сыном в семье Владимира Антоновича и Георгия Антоновича Косяковых. Если Владимир Антонович также принадлежал к школе института гражданских инженеров, то Георгий Антонович учился в мастерской одного из крупнейших петербургских зодчих Леонтия Николаевича Бенуа. Это тоже определило очень многое как в судьбе самого Георгия Антоновича, так и в судьбе тех построек, происхождении тех построек, которыми руководил, которые создавал Василий Антонович Косяков. Вот эта фотография набережной Фонтанки примерно того места, где в конце 19 века родился в 1862 году Василий Антонович Косяков. Самый центр Петербурга, сердце, можно сказать, Петербурга, и вот впечатления детства, наверное, оказали большое влияние и на всю дальнейшую его судьбу. А это подписи трех архитекторов. Георгия Косякова I, который стал академиком Академии художеств, Императорской Академии художеств, Василия Антоновича Косякова, гражданского инженера, и в конце также гражданского инженера Владимира Антоновича Косякова. Очень часто они работали вместе, поэтому, говоря о творчестве Василия Антоновича Косякова, безусловно, надо говорить и прежде всего о творчестве Георгия Антоновича Косякова. Скажем, во введении упоминалось создание Никольского морского собора в Кронштадте. Так вот, авторами этого собора были два архитектора, как Василий Антонович, так и Георгий Антонович Косяков, который создавал рисунки вместе со своим старшим братом и декоративного убранства, и намечал программу росписи и предметов, великолепных совершенно предметов церковной утвари. Ну вот здесь мы видим портреты молодого Василия Антоновича Косякова и уже не молодого, это уникальная фотография Георгия Антоновича Косякова. Василий Антонович Косяков в форме Института гражданских инженеров. Тогда такую форму с большой гордостью носили студенты и преподаватели высшего учебного заведения, но, к сожалению, сегодня она восстановлена только в Горном университете и в институте сегодняшнем. Можно только смотреть на старые фотографии, а может было и неплохо восстановить историческую форму Института гражданских инженеров императора Николая Первого. Дело в том, что высшие учебные заведения технические Петербурга носили имена своих императоров, своих основателей, и Институт гражданских инженеров носил имя императора Николая Первого, выдающегося нашего императора, самого имевшего инженерное образование. Ну посмотрим учебные проекты Василия Антоновича Косякова. Это проект Фонтана, ну как сейчас, на протяжении пяти лет студенты под руководством своих педагогов, также выдающихся архитекторов и инженеров создавали учебные проекты, которые, к счастью, сохранились. Многие не сохранились, но проекты Косякова сохранились, и сейчас мы их можем посмотреть. Это обычно учебные проекты, но характеризующие себя двумя главными положениями. Первое – это мастерство архитектора, которое возрастало по мере прохождения через курсы обучения. И второе – это великолепное сочетание архитектурного мышления с инженерным оборудованием. Вот это то, что на протяжении всего творчества Косякова будет едва ли не доминантой его произведений. И вообще его проекты, его произведения, осуществленные, которые, в отличие от многих проектов других гражданских инженеров, не сохранились. Косякову в этом отношении повезло, и многие его проекты, главные произведения в русском и нео-византийском стиле, они сохранились. Так вот, они были произведениями не только архитектуры, и в какой-то степени художественной школы Академии художеств, поскольку Георгий Антонович был соучастником, соавтором проектов Василия Антоновича Косякова, но и инженерной мысли, инженерной школы Института гражданских инженеров. И вот в этих учебных проектах, ну вот проект Лютеранской церкви, мы видим не только православные, но и храмы других христианских конфессий, которые тоже, мы знаем, во множестве существовали в Петербурге. Вот это проект в нео-ренессансном стиле загородной дачи, как мы прекрасно знаем Петербург, ну такая своеобразная энциклопедия архитектурных стилей. И вот на стадии обучения студенты, они как бы проходили все этапы истории архитектуры и в то же время совершенствовали свою инженерную подготовку. В дальнейшем, уже в начале 20 века, Василий Антонович становится одним из главных экспертов строительной области Российской империи. Он занимает один из самых высших постов в иерархии, строительно-архитектурной иерархии. Ну вот проект гостиницы, тоже учебный проект. Надо сказать, что среди проектов Василия Антоновича преобладают прежде всего храмы. Но, как мы увидим, им было построено немало и гражданских сооружений, жилых зданий и общественных зданий. Когда в 1885 году Косяков заканчивает обучение в Институте гражданских инженеров первым, и его имя помещается на мемориальной доске института, что говорит о той квалификации, которую он приобрел за время обучения. И почти сразу же он становится преподавателем Института гражданских инженеров. Вся его биография связана с Институтом гражданских инженеров. Вот сейчас вы видите на своем экране иллюстрацию одного из пособий Косякова. Вначале он читал два курса сельскохозяйственной архитектуры и гражданской архитектуры. И почти все свои курсы он самостоятельно иллюстрировал. Строительные конструктивные чертежи Косякова очень часто встречаются в его переписке. Он часто свои мысли иллюстрировал прекрасными чертежами, именно конструктивными чертежами. Вот здесь видите разрез хлева. Ну нельзя удивляться этому, потому что сельскохозяйственная архитектура была очень востребована в Российской империи, где почти 80, даже больше процентов население было сельскохозяйственным. А вот слева вы видите обложку его курса гражданская архитектура 1900 года, который также он читал. И справа фотографию, которая была образцом для обложки. Это строительство купола одного из храмов Санкт-Петербурга, который мы с вами увидим. Как я уже сказал в начале, Косяков привлекал к своей архитектурной деятельности профессоров, инженеров, Института гражданских инженеров. Поэтому я показываю здесь портрет Бронислава Казимировича Правдзика, который делал проекты инженерного оборудования практически всех зданий, построенных Косяковым. И справа портрет Иеронима Севастьяновича Китнера, помощником которого на первых порах в институте был Василий Антонович Косяков. А это портрет Сильвиуша Болеславовича Лукашевича, который имел собственную фирму по инженерному оборудованию зданий, также являясь профессором Института гражданских инженеров. Слева это современная фотография одного из таких приборов, который, видите, он закрашен поздней масляной краской, но тем не менее там прекрасно видно название фирмы Лукашевича, Лукашевич и Ко, который работал и Бронислав Казимирович Правдзик. Я хочу подчеркнуть, что все эти проекты, их осуществление были невозможны без архитектурной школы Института гражданских инженеров. Ну и, конечно, Николай Владимирович Султанов, его профессор. И справа фотография великолепно сохранившегося Петропавловского храма в Петергофе, одного из лучших произведений русского стиля. Я не случайно его показываю, так как с 1894 года строителем этого храма, придворного храма, становится Василий Антонович Косяков. Султанов был автором проекта, а вот строил храм Василий Антонович. Для него это была прекрасная школа, которая дальнейшему пригодилась для возведения многих храмов, в частности для собора в Кронштадте. Ну, как я уже сказал, Султанов был добрым гением Косякова. Здесь фотография 905 года Владимира Николая Владимировича Султанова. А справа это письмо, подписанное Султановым, в котором он рекомендует Косякова на должность директора Института гражданских инженеров. Еще одно подтверждение преемственности двух великолепных зодчих Султанова и Косякова. Вот здесь вы видите бланк гражданского инженера Василия Антоновича Косякова и его в окружении своих коллег, профессоров Института гражданских инженеров. Это фотография начала 20 века. А на стенах проект иронима Севастьяновича Китнера храма в неовизантийском стиле. Неовизантийский стиль был одним из любимых стилей профессоров Института гражданских инженеров. Спустя три года после окончания Института гражданских инженеров Василий Антонович Косяков выполняет свой первый проект в русском стиле храм в честь святого Александра Невского в городе Батуми. Храм был заложен в этом году, в 1888 году, во время знаменитого путешествия императора Александра III на Кавказ. Это был любимый стиль Александра III, русский стиль с очень декоративными стенами, с пятиглавием, шатровыми колокольнями. Такой вот узорочный стиль, поэтому это ответвление русского стиля можно назвать стилем императора Александра III. Вот именно этот храм и был заложен императором, и есть данные о том, что его архитектором был Василий Антонович Косяков. К сожалению, храм не сохранился. И другим храмом, уже построенным в начале 90-х годов, в 902-м, в 909-м году, был храм в честь Рождества Христова в имении Анна, князя Борятинского. Об этом храме мало говорилось и писалось, но тем не менее его авторство приписывается Василию Антоновичу Косякову. Это пример одного из ранних храмов в русском стиле. Мы сейчас поговорим именно о русском стиле в церковном зодчестве Василия Антоновича Косякова, потому что в дальнейшем он становится архитектором хозяйственного управления Святейшего Синода. И не случайно, что по его проекту строится очень много храмов, прежде всего в Петербурге и в Петербургской кубернии. Вот здесь вы видите сам храм и один из тех предварительных проектов, потому что для окончательного утверждения Косяков выполнялся не один, а несколько проектов, которые показывались заказчику. В конечном счете выбиралось то решение, которое устраивало бы заказчика. Ну вот сейчас мы переходим к тем наиболее известным храмам в русском стиле, которые сохранились, они частично или целиком реставрировались, реставрированы в Санкт-Петербурге. Это церковь Богоявления на Гутуевском острове. Она строилась в 1891-1899 годах. Вы видите слева проект Василия Антоновича Косякова справа архивную фотографию этого храма русского стиля. Многие проекты Косякова были опубликованы в журнале Зодчим, одного из самых крупных журналов не только России, но и Европы. И он является прекрасным источником по истории архитектуры конца 19-го, начала 20-го века. Этот стиль не был простым. Он был основан на точном, геометрическом, я бы сказал, математическом расчете его фасадов. Вот этот архитектурный декор, кирпичный декор, для которого специально выполнялись по специальным чертежам лицевые кирпичи разных размеров, вот он именно был, появившись несколько десятилетий назад, до начала творчества Косякова, но именно в его время он обрел наивысший, можно сказать, этап своего развития. И произведения Косякова являются наиболее показательными, наиболее характерными для русского стиля именно этого направления. Справа на экране вы видите чертеж, подготовительный чертеж, и видите, насколько он детален, насколько он сложен. Вот обрамление окон, и вы видите тоже расчет Косякова. И здесь надо сказать о том, что архитектура, архитектурный образ шел параллельно, абсолютно параллельно геометрии и математике. Это касалось как этого стиля, так и других, в частности, нео-византийского стиля, в котором работал Косяков. Ну и здесь тоже хотел бы показать оригинальный чертеж. Вот такие чертежи на синьки выполнялись в те годы. Они позволяли детально показать декор фасадов и все особенности структуры здания. Справа это сохранившаяся модель, но правда другого храма в Барках, который создавался примерно в это же время. Специально это показываю для того, чтобы вы представили, что заказчикам показывались не только чертежи, которые они иногда могли не читать, но и архитектурные модели. Выполнялись архитектурные модели, к сожалению, они не сохранились более детально, более хрупкие, чем чертежи. Это интерьер этого храма. Здесь Косяков также вносит много нового, много интересного. Мраморный иконостас с рядом киотов, построенных в ритмическом ряду. Сейчас эта живопись во многом реставрирована, ее можно наблюдать. И этот храм был посвящен чудесному событию спасения наследника престола императора, будущего императора Николая II во время его путешествия в Японии. Поэтому у этого храма, вот вы видите еще современную фотографию интерьера, входная часть, живопись сейчас реставрирована, что очень отрадно. Также вы видите роспись галерей. Было построено несколько подражаний этому храму на Дальнем Востоке, поскольку обратно наследник, будущий император Николай II, возвращался с Тихого океана до Москвы на поезде. И в память этого события и в подражании этому храму был построен храм Благовещенский, Троицкая церковь, и храм Святой Софии в Харбине. То есть сразу Косяков получает благодаря этому проекту известность именно как мастер русского стиля. Но наиболее выдающимся, с моей точки зрения, является прекрасно сохранившийся и реставрированный храм в Петербурге. Это целый ансамбль подворья Киево-Печерской Лавры с Успенской церковью. В настоящее время это подворье Оптиной пустыни. Он строился в 1895-1900 годах. И он представляет собой прекрасное произведение русского стиля. Он уже решен не в кирпиче. Храм облицован уже не красным, а белым облицовочным камнем. Здесь включены мозаики и появляются излюбленные приемы Косякова, такие как пологая арка на главном фасаде, отдельные элементы декора, который затем повторяется. Вот здесь на экране вы видите современную фотографию и проект главного купола. Также сохранился прекрасный дворовый фасад, поскольку это был целый ансамбль с покоями настоятеля. Вот здесь в комплекс этого храма, здесь вы видите план, входит и церковь справа, ну и также покои митрополита, киевского митрополита. Заказчиком был митрополит киевский Иоанникий, который затем становится митрополитом московским и который был заказчиком Николая Владимировича Султанова. Есть предположение, что вообще Султанов, будучи занят на строительстве памятника императору Александру Второму в московском Кремле, это был важнейший государственный заказ, возведением храма Петропавловского в Петергофе, конкурс на который также проходил в 1893 году, несколько позже, но тем не менее, будучи занят по службе, он, видимо, предложил выполнить этот проект своему любимому ученику Василию Антоновичу Косякову. С чем Косяков прекрасно справился? Вот здесь вы можете видеть интерьер покоев митрополитчих, фрагмент, который соответствовал фасаду, стилю храма и разрез. Современный интерьер. Вы видите, что рисунок иконостаса, исторический, современный, не всегда совпадает, но тем не менее, мы можем видеть архитектурный замысел самого Василия Антоновича Косякова, и он в этом интерьере применяет достаточно распространенный в это время прием перекрещивающихся арок. Опять же, Султанов его применил при строительстве храма Черниговской иконы Божией Матери Троицы Сергиевой Лавры. Этот прием применяли и другие выпускники института гражданских инженеров, например, гражданский инженер Бернардацы на юге России. Этот прием конструктивный перекрещивающийся арок позволял создать высокое, обширное и не застроенное внутренними столпами пространство. К этому приему не раз обращается и сам Василий Антонович Косяков, и его коллеги. Сейчас этот интерьер прекрасно восстановлен. Рисунок иконостаса также принадлежит Косякову, но он был выполнен для другого храма в честь святителя Николая Чудотворца в Либаве. Либава – это нынешний Ли-Пая. Там был создан порт, который носил имя императора Александра II. И уже в начале XX века, в 1900-1903 году, возводится этот храм по проекту Василия Антоновича Косякова. Вы видите его на своем экране. И как вы видите, предыдущий его проект Успенской церкви, подворье Киево-Печерской лавры и проект Никольского собора в Либаве, они очень родственны по своим архитектурным приемам. Но поскольку мы сталкиваемся с совершенно другой типологией, с городским большим собором, то и его масштаб, и торжественное пятиглавие, и высокая звонница, они, конечно, его отличают от предыдущего проекта. Но некоторые детали, как пологая арка, вот видите здесь, насыщенная мозаичным декором, это то, что роднит его с предыдущими проектами. Вот, как я уже говорил, журнал «Зодчий», а также журнал «Строитель», справа вы видите иллюстрацию из этого журнала, публикует эти проекты на освещение собора. Да, кстати, вот и иконостас, который мы сейчас можем видеть его реплику в храме Успенском. И впервые в этом проекте Косяков сотрудничает с замечательным художником начала XX века Фомой Родионовичем Райляном. Райлян выполняет росписи храма в Лебаве, а в дальнейшем Косяков его приглашает для участия в создании мозаик, внешних мозаик Никольского собора в Кронштадте и для росписи Казанской церкви Новодевичьего монастыря в Петербурге. Вот Фома Родионович Райлян тоже, может быть, несколько забытый петербургский художник, творчество которого нуждается в изучении. И здесь мы видим очень интересный пример религиозного искусства начала XX века, которое также обладает некими элементами стилистики модерна. Потом мы об этом поговорим. Косяков также, благодаря также своему брату Георгия Антоновича Косякова, отдал долг этой стилистике во многих своих проектах. В 1903 году происходит освящение собора в Лебаве, приезжает император Николай II. Очень торжественная была церемония. Ну и отчасти выполнение Косяковым этого проекта способствовало тому, что в дальнейшем он получает заказ на строительство, проектирование вначале, затем строительство собора в Кронштадте. Это оба собора морского ведомства. Следующий выдающийся проект в русском стиле, но уже начало XX века, это Староладожское подворье в Санкт-Петербурге. Вот это авторский чертеж Василия Антоновича Косякова, который также был опубликован в свое время. И храм строится в 1904-1910 году. В свое время это была Казанская церковь, церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, подворье Валамского монастыря. Вернее, тогда это было Староладожского подворья, сейчас Валамского монастыря. Вот как он выглядит сегодня. Вы видите, что практически ничего не поменялось. Ансамбль прекрасно сохранился, были опубликованы его чертежи. Планировка, как вы видите, очень напоминает нам планировку Киево-Печерского подворья. Примерно те же принципы используют Косяков, благодаря тому, что участки очень похожи. Правда, он вводит боковую звонницу. Видите, здесь разрез. На этих разрезах он намечал и план росписи. Ну и храм сейчас прекрасно сохранился, его можно посмотреть. Но он отличается от предыдущих проектов в русском стиле Косякова тем, что здесь уже явно наблюдаются элементы стиля модерн, который оказывает влияние как на развитие русского стиля, так и на развитие неовизантийского стиля. Ну, скромные достаточно интерьеры. Храм не был расписан. Ну и сегодня интерьеры таковы, каковы они есть. В общем, они совершенно не мешают авторскому замыслу Косякова. Несколько храмов, благодаря тому, что Косяков становится епархиальным архитектором, были построены в Санкт-Петербургской губернии. Я покажу не все, несколько сохранившихся храмов. Вот один из них храм в чей живоначальной Троице в имении Ивана Агапитовича Воронина, Алютина, в селе Гора Валдай. Храм строится в начале 20 века. Надо сказать, что Иван Агапович Воронин сыграл очень важную роль среди заказчиков Косякова. Будучи хорошо с ним знаком и будучи очень церковным, православным человеком, он построил не один храм. Заказы некоторых из этих храмов он передавал Василию Антоновичу Косякову. И в частности, строительство этого храма, мы видим его портрет, замечательный иконостас. Правда, не знаю, сохранился он или нет. Но те фотографии, которые мы видим, говорят о том, что Косяков был прекрасным архитектором малых форм. А затем мы еще увидим и церковные утвари. То есть универсализм школы, института гражданских инженеров, он также в этом состоял. Ну и второй храм, который я хотел показать, он тоже прекрасно сохранился. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Паречье или Козья гора. Сейчас он находится в Сланцевском районе Петербургской губернии. Он строился с 1904 по 1908 год. И здесь мы с вами впервые видим то, что некоторые из своих проектов Косяков создает в виде такого протяженного базиликального храма. С западной стороны это высокая колокольня, как правило, шатровая. А с восточной многоглавый храм с декоративным пятиглавием. Вот подобные же храмы были созданы несколько по проекту Василия Антоновича Косякова. И этот, который вы видите, ну здесь сохранился оригинальный иконостас. Он один из немногих хорошо сохранившихся произведений в Санкт-Петербургской губернии. Также могу показать вам проект храма в селе Каваши. Это также Санкт-Петербургская губерния. Храм строился уже в 1907 году. Сейчас он находится в таком состоянии, когда он нуждается в реставрации, но прекрасно сохранились его чертежи. Ну и, наконец, его церковь в Лебяжье 1911 года. Но здесь, конечно, мы видим уже совершенно другой русский стиль. Это так называемый неорусский стиль. Он отличается от того русского стиля, который мы только что с вами смотрели, тем, что его источником является архитектура Новгорода и Пскова. Это мощные формы, небольшие детали. Но видите, план этого храма примерно такой же. Это звонница с западной стороны, многоглавие с восточной стороны. Но вот это тоже один из интереснейших проектов построенных. Вот храм примерно так выглядит. Но правда, эта фотография не сегодняшнего дня, выполненная достаточно много лет назад. Ну и, наконец, два проекта, которые я хотел бы показать, выполненные Косяковым для Ярославской губернии. Этот храм, который сейчас на ваших экранах, строился в 1909-1912 годах. Он был построен в селе Кукобой Ярославской губернии. И представляет собой вот такой синтез тех приемов архитектурных, которые мы уже видели в других проектах Косякова. Это и шатровая звонница, и пятиглавие с таким излюбленным фасадом Косякова, такой пологой, но уже более сложной арки. И да, вот здесь эта арка тоже лучше видна, но это тоже один из любленных прием и русского стиля. И, кстати, он встречается и в творчестве Султанова. Будучи учеником его, Косяков его очень талантливо развивал. Это иконостас, прекрасный совершенно иконостас, который им был выполнен. Ну и также на открытии этого храма присутствовал Иван Агапович Воронин. Вот снова мы встречаемся с этим именем. Один из самых последовательных заказчиков православных храмов и заказчиком Василия Антоновича Косякова. И, наконец, храм, который последний строился в ряду храмов русского стиля по проекту Василия Антоновича Косякова, это собор казанской иконы Божьей Матери Даниловского казанского женского монастыря, тоже в Ярославской губернии. Храм этот строился достаточно долго, с 1900 по 1918 год. Это было село Горушка Ярославской области. Как вы видите, это большой храм. Ну, как бы, Косяков возвращается к началу своего творческого пути. Он красно-кирпичный, с таким очень измельченным декором, но в то же время монументальный. А внутри, вот элементы его декора, храм сейчас восстанавливается. И в интерьере мы также видим структуру таких перекрещивающихся арок. Вот ту же самую архитектурную структуру, которую мы видели с вами в Петербурге, в Успенском храме. А это фотография освящения этого храма 29 сентября 1918 года. На освящении храма присутствовал патриарх Тихон. И здесь на фотографии, таким треугольничком оранжевым, обозначен Василий Антонович Косяков, который тоже приезжает на освящение этого храма. Удивительная совершенно фотография. Одна из последних фотографий самого Василия Антоновича Косякова, патриарха Тихона. Ну и вы видите, что этот храм был тоже одним из выдающихся, очень интересных произведений русского стиля. Ну, надо сказать и о других храмах, которые сохранились в проектах. Это церковь при Путиловском заводе, которая... Церковь в Петербурге, которая также принадлежит таким базиликальным храмам. Очень интересная церковь. Вы видите, это тоже примерно та же схема, которую мы с вами видели раньше. Высокая колокольня, шатровая, пятиклавия. Но этот храм решен с удивительным разнообразием декора фасадов. Храм этот был одним из самых интересных произведений архитектурного стиля в Сан-Петербурге, но, к сожалению, он не сохранился до сегодняшнего дня. Также Косяков выполняет проект здания духовной семинарии для Могилева на 300 человек. Это очень большое здание, состоящее из трех корпусов. В одном из них проектируется храм. Вот видите, как это здание выглядит с другой стороны. Ну и также надо упомянуть и проект православной церкви при русской дипломатической миссии в Сеуле. Проект этого храма был опубликован в 904 году. Вот видите слева его публикация в журнале «Зочий». И спустя достаточно много лет, в 910 году, Косяков выполняет другой вариант этого же храма, но уже в русском стиле, в неорусском стиле, с элементами влияния модерна. Требует исследования история создания этого проекта. Ну, он представляет собой очень интересный, очень интересный пример такого небольшого храма относительно небольшого храма в творчестве Косякова и одного из храмов, предназначавшихся для знакомства с русской архитектурой за рубежами Российской империи. Вот мы с вами познакомили с русским стилем в творчестве Косякова, а теперь мы поговорим, ну, уже не столь объемно, о другом стиле, неовизантийском стиле, в котором были созданы выдающиеся произведения этим мастерам. Ну, вначале это храм, который прекрасно сохранился, храм иконы Божией Матери Милующей в Галерной Гавани. Он посвящался памяти коронации императора Александра III, поэтому на звоннице западного фасада мы видим императорскую корону. Храм строился с 1888 по 1898 год. Справа видите эскизы этого храма и в русском, и в неовизантийском стиле. В конечном счете заказчик выбрал неовизантийский стиль. И этот храм знаменит также еще и тем, что он был одним из первых в ряду храмов, построенных по схеме тетра-конха. Тетра – это четыре, конха, понятно, это верхняя часть апсиды, храм, который с четырех сторон окружали четыре апсиды. И в дальнейшем храмы этой типологии строились по всей необъятной Российской империи, главным образом выпускниками Санкт-Петербургского института гражданских инженеров. Вот еще одна из ипостасей этой школы. Гражданские инженеры, как и военные инженеры, застроили всю Российскую империю. Это тоже заслуга школы института гражданских инженеров. Видите, как выглядел этот храм раньше? Сейчас у него совершенно другое окружение. Он сейчас реставрируется. Вот эта фотография была сделана много лет назад, когда реставрация еще не началась. И следующий храм, построенный по проекту Косякова, посвящался 900-летию крещения Руси. Храм был построен в Астрахани. Но вы видите, что это тоже тетраконх. Очень популярная композиция среди выпускников института гражданских инженеров. Он очень напоминает храм Петербургской гавани. Но он совершенно другой по своим деталям. Косяков никогда буквально не повторял то, что было сделано им раньше. Всегда возникали некие архитектурные модификации этого стиля, вот того замысла архитектурного, который он предпочитал в том или другом проекте. Это фотографии интерьера, более простого по сравнению с замыслом, поскольку этот проект был послан в Астрахань и осуществлялся другими архитекторами. Ну и, конечно, мы не можем не сказать о, мы не можем не вспомнить самый главный архитектурный проект Косякова в нео-византийском стиле – Кронштадтский морской собор в честь святителя Николая Чудотворца. Храм был прекрасно реставрирован несколько лет назад, уже достаточно давно, и представляет собой выдающееся произведение нео-византийского стиля мирового масштаба. Среди тех храмов, в основе которых является переработанный образ Софии Константинопольской, Кронштадтскому собору принадлежит первое место. Но, повторяя образ известного храма, самого известного храма христианского мира средних веков, Косяков его переработал, ведя достаточно много нео-романских деталей. Вообще, сочетание нео-византийского и нео-романского было очень характерно для архитектуры историзма, то есть той архитектуры, которой за основу полагались исторические стили. Вот здесь мы видим проект бокового фасада, опять Косякова в окружении профессоров института гражданских инженеров, и на стенах за ними как раз проекты Кронштадтского собора. Не только благодаря своей архитектуре, но также и очень прогрессивным конструкциям и строительным материалам. Вот здесь вы видите справа рисунок Георгия Антоновича Косякова, который в 1902 году посетил Константинополь. Внизу подписи Василия Антоновича Косякова и Георгия Антоновича Косякова, двух авторов этого собора. И слева документ, обнаруженный совсем недавно, на письме из Морского министерства рукой Султанова Николая Владимировича, написана резолюция о делегировании Василия Антоновича Косякова в жюри по обсуждению конкурсных проектов Кронштадтского собора. То есть мы можем сказать сегодня, что уже с 1897 года Косяков, будущий автор Кронштадтского собора, был в курсе тех конкурсов, тех идей, которые представлялись на конкурс. Но до сегодняшнего дня с определенностью мы не можем сказать, кто же явился автором идеи воспроизведения в Кронштадтском соборе образа Софии Константинопольской. Пока этот вопрос остается открытым. Сохранились, к счастью, многочисленные чертежи, авторские чертежи Василия Георгия Косяковых Кронштадтского собора. Они уже достаточно опубликованы в нескольких изданиях, посвященных Кронштадтскому собору. Сейчас вы можете видеть их на своем экране. И они являются великолепным произведением архитектурной графики. В большинстве своем они принадлежали, я имею ввиду интерьер, Георгия Антоновича Косякову. И вы видите, что при работе над интерьером как Василий, так и Георгия Косяковы вдохновлялись примерами византийской архитектуры и декоративного искусства. Вот здесь, например, на фрагменте одного из чертежей вы видите надпись из Кахрие Джамии, то есть из монастыря Хора в Константинополе. Многие элементы были сделаны в подражании известным декоративным мотивам константинопольских храмов. На следующей фотографии вы видите Косякова, который тоже отмечен такой оранжевой стрелочкой, на церемонии закладки Кронштадтского собора в присутствии императора Николая II, адмирала Макарова, великих князей. В общем, это было торжественным событием в жизни Санкт-Петербурга и Кронштадта. И ряд фотографий строительства Кронштадтского собора. Вы видите металлические конструкции купола, центрального купола собора, интерьеров в процессе возведения. Процесс возведения собора растянулся на многие годы. Он совпал и с первой русской революцией, и с русско-японской войной. Собор строился достаточно долго, но все основные вопросы, связанные с конструктивным решением и декоративным убранством, решались непосредственно строителем храма Василием Антоновичем Косяковым. Это современные фотографии этого интерьера. Восстановлена историческая живопись, роспись этого храма. Ну и также введена новая. И вы видите, насколько контраст заметен между исторической живописью с элементами искусства модерна. Вот мы уже говорили о влиянии стиля модерна, творчества Косякова. В начале 20 века это особенно заметно. Выдающимся совершенно произведением был главный мраморный иконостас, который великолепно восстановлен по историческим чертежам. Вот это чертеж Василия и Георгия Косяковых, главного иконостаса. Ну и также по их чертежам выполнялась церковная утварь. Здесь представлена Евангелие главного престола и в центре дарохранительница. Чудесным образом они сохранились. И вот здесь вы можете видеть на современной фотографии как дарохранительницу, так и справа Евангелие. По рисункам, по картонам Фомы Родионовича Райляна выполнялись мозаики над северным и южным входом. Это святой Митрофаний Воронежский, казанская икона Божьей Матери, казанская Божья Матерь. Как я уже говорил, Фома Родионович Райлян принимает участие в создании главных произведений Василия Антоновича Косякова, среди которых казанская церковь Воскресенского Новодевичьего монастыря. Удивительная композиция. Большой центральный купол и пониженные боковые купола. Опять же, эта композиция встречалась и раньше. В частности, в проекте архитектора Вергейма. Вот вы видите, это церковь дома презрения Теменкова и Фролова, для которого Василий Антонович Косяков вместе с братом Георгием Антоновичем перестраивает интерьеры. Он знает этот храм, который не сохранился до сегодняшнего дня. То есть этот прием, он не был новым для архитектуры Петербурга церковной, но усовершенствован и совершенно по-другому решен в проекте этого храма, в котором мы видим сочетание двух больших стилей – нео-византийского и стиля модерн. Вот как этот храм выглядит сегодня. Здесь выполнена современная мозаика. Нам главным входом восстановлено историческое покрытие центральных боковых куполов. А это исторический чертеж Василия Антоновича Косякова, он тоже публиковался. Ну, увидите, что мозаика центрального, над центральным входом несколько иная, чем сегодняшняя, но тем не менее близкая тому, что мы видим сегодня. Ну и, конечно, великолепные декоративные детали, выполненные с высочайшим мастерством по рисунку, видимо, Георгия Антоновича Косякова, участника всех проектов, особенно поздних проектов Василия Антоновича Косякова. Прекрасные, совершенно удивительные рельефы, которые создают образ, участвуют в создании образа этого замечательного храма. Это интерьер, который совершенно по-новому расписан. Храм расписывал Фома Родионович Райлян, но это современная роспись, также современный иконостас, хотя и центральная часть иконостаса, и боковые иконостасы прекрасно известны по сохранившимся чертежам Косякова, которые вы видите на экране. Почему их не восстановили, это загадка. Ну и также вы можете видеть здесь фотографию той части росписи, которая была уже выполнена Фомой Родионовичем Райляном к началу XX века. Богоматерь в окружении ангелов, серафимов на троне. Тоже очень интересный пример церковной русской живописи начала XX века. Мы знаем, что Фома Родионович не закончил всю роспись храма, но даже те фрагменты, которые сохранились, и мы можем видеть их по фотографиям, очень интересны для характеристики русского церковного искусства начала XX века. Ну вот небольшой краткий обзор двух стилей русского и неовизантийского в своих главных произведениях, но Косяков был автором и гражданских зданий, нескольких жилых зданий и очень значительных зданий общественных, которые были построены в Петербурге в начале XX века. Дом купца Левянта. Вот вы видите его на своих экранах, построенный по проекту Василия Антоновича Косякова. Он находится совсем неподалеку от Института гражданских инженеров, на 7-й нынче Красноармейской улице, а раньше это была рота Измайловского полка, с очень интересно нарисованными деталями, ну такими неоренессансными деталями. Сохранились авторские чертежи Василия Антоновича Косякова. Вот вы их видите на своем экране. Дом достаточно хорошо сохранился, фасады можно посмотреть сегодня, но гораздо интереснее были два других здания жилых. Первый, который был построен на Петроградской стороне, это пересечение широкой улицы и малого проспекта Петроградской стороны. Такой достаточно скромный дом, вот видите его с другой стороны, доходный дом, тоже с очень интересно прорисованными деталями, сохранился также его проект. Но самый замечательный дом был построен недалеко от московского вокзала. Это дом, известный дом Бадаева, за который архитектору Василию Антоновичу Косякову вместе с братом Василием Антоновичем Косяковым была присуждена премия Санкт-Петербургского императорского общества архитекторов за лучший фасад в 1908 году. Вот вы видите на ваших экранах это здание. Действительно, здесь и знаменитый ангел, который был источником многих поэтических произведений, и замечательный рисунок фасадов, ограждения балконов, прекрасных рельефов. То есть совершенно не случайно Санкт-Петербургское общество архитекторов признало этот фасад одним из лучших в начале XX века. Другим зданием, не менее интересным, был дом презрения Тименкова и Фролова с храмом. Храм был построен по проекту архитектора Вергейма. Вот это именно тот храм, который я вам показывал в связи с церковью Казанской в Новодевичьем монастыре. И Василий Антонович, Георгий Антонович Косяков делает тут несколько интерьеров. В частности, интерьер небольшой часовни и чайной для тех пожилых людей, которые жили в этом здании. Вот проект, подписанный архитектором Вергеймом и Юргенсом. Это проект 1870 года. А это интерьер с иконостасом, выполненный Василием и Георгием Антоновичем Косяковыми. Проект храма, при этом в доме презрения. И проект чайной. Оба эти фотографии были опубликованы в журнале Зочи. Но более интересным зданием является Николаевский дом презрения престарелых и увечных граждан. Он строился в 1905-1908 году. Здание сохранилось, но на сегодняшний день оно необитаемо. Конечно, он нуждается в реставрации. Вот вы можете сопоставить сегодняшнюю фотографию с историческим проектом. Очень интересные ворота с колокольней, со звонницей, которые вели во внутренний двор этого здания. Так же, как интерьеры, которые были выполнены уже в неоклассическом духе Василием и Георгием Косяковым. С великолепно прорисованными капителями, с прекрасным главным входом, с основным залом, украшенным богатыми светильниками, люстрами. Вот слева это современное состояние главной лестницы этого здания. Но этот дом, несмотря на свои художественные качества, сегодня заброшен и, конечно, нуждается в своей скорейшей реставрации. Это одно из выдающихся неоклассических зданий Петербурга с элементами неоклассической архитектуры начала XX века. И самым известным зданием Василия Антоновича и Георгия Антоновича Косякова является здание благородного собрания, построенное на Итальянской улице в 1912-1914 годах. Это одно из главных произведений неоклассического направления. Вы видите, насколько Георгий Антонович Косяков, прежде всего он, владел неоклассической стилистикой, столь характерной для Петербурга начала 20-го, 1910-х годов. И не менее интересные интерьеры. Они прекрасно сохранились, но мало доступны, поскольку сегодня здесь дом радио. У нас есть возможность посмотреть эти интерьеры, которые по своей стилистике, по своим композиционным находкам представляют такой очень значительный, очень решительный шаг в сторону неоклассики 1930-1950-х годов. Многие приемы здесь найдены той архитектурой, которую мы сегодня знаем, как сталинскую архитектуру. Надо сказать, что Георгий Антонович Косяков был помощником архитектора Желтовского при строительстве гостиницы «Метрополь» в Москве. И вот это здание, оно является очень интересным именно с точки зрения развития идей неоклассики, как в начале 20-го века, и так в его всей второй половине и середине 20-го века. Очень интересная интерпретация ренессансной архитектуры. Косяков не раз бывал в Риме, я имею в виду Георгий Антонович Косяков. И он привлек, видимо, вот тоже фрагменты фойе художника Гаврила Никитича Горелого для создания плафона главного вестибюля благородного собрания. Вот вы можете видеть этот плафон на своем экране. Такая античная тематика и тоже очень интересное произведение этого очень интересного художника Гаврила Никитича Горелого, который становится одним из таких творческих мостов между дореволюционной и послереволюционной живописью Петербурга. Петрограда, Ленинграда. И вот это неоклассическое произведение тоже одно из самых интересных произведений этого художника, который, конечно, был приглашен Георгием Антоновичем Косяковым, который был выпускником и дальнейшим академиком Императорской академии художеств. Вот вы видите еще один фрагмент этого здания. И, повторяю, очень интересного, но, к сожалению, не посещаемого сегодня из-за того, что это дом радио. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем он поменял свое назначение, и все помещения его были доступны для жителей Петербурга. После революции судьба всех трех братьев – Василия, Георгия и Владимира Косякова – сложились достаточно печально. Если в первые годы после революции Косяков Василий Антонович руководил Институтом гражданских инженеров, то в дальнейшем те сложности, которые переживало наше государство и Петроград, оказали, конечно, негативное впечатление, негативное влияние на его судьбу. И он уходит из жизни в 1921 году, первым среди своих братьев. В этом же году в этих стенах Института гражданских инженеров организуется вечер его памяти. И на экране вы видите архивный документ 1923 года, подписанный деканом Инженерно-архитектурного факультета, коллегой Косякова Германовичем Гриммом, о приобретении коллекции чертежей Косякова Василия Антоновича для Института гражданских инженеров. А слева это посвящение на альбоме, который выпускает в 1924 году, за год до своей кончины, брат Василия Антоновича Косякова, Георгий Антонович Косяков. Этот альбом был посвящен мотивам неоклассической архитектуры. Видите, он посвящает памяти своих братьев Василия и Владимира Антоновича Косякова, вместе с которыми он так продуктивно работает, особенно в начале 20 века. Ну и лекцию я хотел бы закончить тем, что Василий Антонович Косяков, крупнейший представитель архитектурной школы Института гражданских инженеров, великолепный архитектор, великолепный организатор, человек, который, имея достаточно простое происхождение, но за свою жизнь, благодаря своему таланту и трудоспособности, достиг высших постов в Российской империи в области строительного дела и выполнил множество замечательных проектов, которые и сегодня можно видеть в Санкт-Петербурге. Большое спасибо!